Инновационный подход к образованию Традиции и инновации Сегодня в нем занимаются более 6 тысяч учащихся Из которых сотни студентов приехали в Россию со всего мира С одной заветной мечтой Учиться в Российском государственном университете Физической культуры, спорта, молодежи и туризма Ругув Ксмит помнит свою историю Старейший спортивный институт страны Первым поставил перед собой задачу воспитания здоровых, сильных телом и духом людей Спорт всегда был частью мирового культурного наследия И хранителями этого наследия являются сотрудники, преподаватели и выпускники лучшего спортивного вуза страны В каждой спортивной федерации, в министерствах и органах местного самоуправления Можно встретить выпускников Ругув Ксмит Развитие массовой физической культуры в нашей стране Невозможно представить без их каждодневного труда, без их плодотворной работы Мне хочется вот нашим всем институтам А Ругув Ксмит, а вообще для меня роднее к Царевку Быть чемпионом Вот задавать ту высокую планку, в которой всегда стремится спорт Без знаний, без науки, без творческого подхода и видения вперед Быть чемпионом тяжело В 21 веке университет продолжает динамично развиваться Выступает с новыми образовательными инициативами Прилагает все усилия, чтобы жизнь его студентов была не только насыщена учебой Но оставалась при этом интересной и разнообразной На этот университет ориентируется не только вся страна, но и весь спортивный мир В начале 2018 года Ругув Ксмит получил статус базовой организации в области физической культуры и спорта СНГ Новая цель вуза – обмен опытом с многочисленными коллегами Улучшение системы обучения и создание целой сети учреждений Занимающихся воспитанием не только спортсменов, нацеленных на медали Но и просто здоровых, гармонично развитых людей Это важное начинание не только для университета, но и для всей отечественной образовательной системы Мы просто поняли, что мы действительно ведущий вуз Те научные школы, течения, которые были заложены как фундамент в основу нашего университета, легендарного ЦАЛИВКА Они все-таки еще сильны И наша задача – оставаться лидером Будущим студентам вуза предстоит ставить новые рекорды Совершать открытия, развивать тренерские методики Открывать дорогу в спорт детям, молодежи, всем, кто стремится к вершинам В ком горит огонь спортивного азарта и созидательной энергии История РГУФК СМИТ продолжается Добрый день, уважаемые поступающие Мы рады вас приветствовать на онлайн-дни открытых дверей В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма Сегодня мы поговорим об особенностях приемной кампании в 2021 году А также постараемся ответить на актуальные вопросы, которые возникают у абитуриентов И в этом мне поможет проректор по учебно-методической работе Евгений Александрович Палов А также проректор по социально-воспитательной работе Голиков Дмитрий Михайлович Итак, в 2021 году РГУФК СМИТ объявляет набор по следующим направлениям подготовки в бакалавриат Менеджмент, государственное муниципальное управление, педагогическое образование, реклама и связь с общественностью, туризм, гостиничное дело, физическая культура, физическая культура для лиц с откладающими В состоянии здоровья, рекреации и спортивно-оздоровительный туризм, режиссуры театрализованных представлений и праздников А также впервые осуществляется набор на направление подготовки в спорт В первых двух колонках, как вы видите, указывается количество бюджетных мест, которые выделяются как на очную форму обучения, так и на заочную форму обучения В том числе и в рамках особой квоты Поступление в РГУФК СМИТ без вступительных испытаний возможно для следующих категорий граждан Те, кто является победителем или призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников Либо те абитуриенты, которые имеют высокие спортивные регалии Победители или призеры Олимпийских игр, Сурд Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, а также победители первенства мира и первенства Европы Но по тем видам спорта, которые включены в программу Олимпийских игр Уважаемые абитуриенты, если вы получили аттестат о среднем полном общем образовании, то вы должны предоставить результаты ЕГЭ При этом надо понимать то, что РГУФК СМИТ не является базой, где единый государственный экзамен вы можете сдать Право сдачи внутреннего экзамена есть, если вы относитесь к следующей категории граждан Имейте диплом о среднем профессиональном образовании, либо диплом о высшем образовании, являетесь иностранным гражданином, либо имеете ограничения в состоянии здоровья, то есть инвалидность При этом при подаче заявления вы можете рассмотреть только три направления подготовки Вашему вниманию представлены гуманитарные направления, а также минимальное количество баллов, которые позволяют вам участвовать в конкурсе и претендовать на договорную основу и претендовать на бюджетную основу При этом особенности в 2021 году изменились Вы можете рассмотреть третий экзамен по собственному выбору Например, на направлении подготовки менеджмента два обязательных экзамена, это математика профильного уровня и русский язык А третий экзамен вы вправе выбрать, либо это будет общество знания, либо это будет история Вашему вниманию представлены направления подготовки, по которым вы также сдаете внутренние экзамены в самом ВУЗе Это два внутренних экзамена, в основном это два внутренних экзамена, это профессиональное испытание и собеседование Что такое профессиональное испытание? Профессиональное испытание это сдача норматива по общей физической и специальной подготовке А собеседование, не бойтесь этого слова, собеседование это тестирование Тестирование по тому направлению подготовки, на которое вы идете Например, если мы рассматриваем направление подготовки спорт то часто в собеседованиях вы будете сталкиваться с вопросами, которые посвящены истории спорта, либо правилам того вида спорта, на который вы идете. Помимо той суммы баллов, которую вы за экзамены получаете, также вы можете дополнительно получить баллы за индивидуальное достижение. Перечень индивидуальных достижений представлен вашему вниманию. При этом максимальное количество баллов за индивидуальное достижение не более 10. То есть, если вы являетесь многократным победителем и призером всероссийских соревнований, будет зачитываться наивысший результат, и вы максимум можете получить 1 балл. При этом, если вы являетесь обладателем золотого значка ГТО, его необходимо подтвердить наличием удостоверения, где есть серия и номер этого документа. Прием документов в 2021 году осуществляется в два потока. В бакалавриате на очную и заочную форму обучения в первом потоке документы вы подаете с 18 июня по 10 июля. Внутренние экзамены сдаете с 12 июля по 25 июля. Обратите внимание, что в первом потоке вы можете подать документы в чуть большие сроки, если вы поступаете на гуманитарные направления, где только поступление по результатам ЕГЭ. Второй поток на заочной форме обучения – это только договорная основа. Подача документов с 9 августа по 20 августа. Сдача внутренних экзаменов начинается с 22 августа и будет длиться по 31 августа. Какой пакет документов необходимо предоставить? В приемной комиссии вы предоставляете документы об образовании, фотографии 3х4, копия паспорта, СНИЛС, а также индивидуальные достижения, если они у вас есть. Обратите внимание на стоимость обучения. По прошлому году стоимость обучения на укропненную группу равнялась 311 тысяч рублей в год на очной форме обучения. На гуманитарных направлениях стоимость обучения в год – 239 тысяч. Заочная форма стоимость была единой – это 74 тысячи в год. Актуальная стоимость на будущий год устанавливается в мае и июне месяце. Уважаемые абитуриенты, в 2021 году мы объявляем набор в магистратуру по следующим направлениям подготовки. Менеджмент, экономика, психология, социология, физическая культура, физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья и спорт. На трех из направлений подготовки выделяются бюджетные места как на очную форму обучения, так и на заочную. Важно при поступлениях в магистратуре наличие портфолио, за которое вы также получаете дополнительные баллы. В основном в портфолио входит ваша научная деятельность, которая была в бакалавриате, либо в специалитете. Она связана либо с публикацией в журналах различного уровня, либо с выступлениями на конференциях – международных, всероссийских, региональных. Но эти выступления должны быть подтверждены. Кроме того, вы дополнительные баллы можете получить, конечно же, из-за спортивной регалии. Добавилось в 2021 году индивидуальное достижение, связанное с протоколом собеседования с заведующим кафедры, той направленности, на которую вы идете. Его вы сможете заполнить на консультациях за несколько дней до начала экзамена. Подача документов в магистратуре немножко отличается от бакалавриата. Вы подаете документы с 18 июня по 10 июля, при этом вы сдаете, прошу прощения, по 20 июля. Экзамены вы сдаете с 22 июля по 28 июля. На втором потоке только, опять же, заочная форма обучения, только договорная основа, сроки схожи с бакалавриатом. Стоимость обучения по укрупненным группам в магистратуре на очную форму по прошлому году – 333 тысячи, на гуманитарных направлениях – 259 тысяч. Заочная форма общая, единая – 76 тысяч в год. Опять же, актуальная стоимость в магистратуру будет устанавливаться в мае и июне месяце. Обратите внимание, что также есть возможность поступления по целевому направлению, на все направления подготовки, на все уровни образования. То есть, что вам необходимо? Вам необходимо зайти на сайт приемной комиссии в разделе «Поступающим», найти вкладку «Целевое обучение». Там есть перечисление тех организационно-правовых форм организаций, с которыми вы этот договор можете заключить, плюс типовая форма договора. В момент подачи документов договор в приемную комиссию должен быть предоставлен в установленные сроки. Схема формирования целевого обучения, целевого договора представлена вашему вниманию. Кроме того, в 2021 году РГОФСМИТ осуществляет набор на среднее профессиональное образование 3402-01 «Сестринское дело». Подача документов на среднее профессиональное образование начинается с 9 августа и будет продолжаться по 20 августа. Экзамены сдаются с 23 августа по 25 августа. Что из себя представляет экзамен? Один экзамен сдается на данное направление подготовки – это психологическое тестирование. Опять же, программа вступительных испытаний размещена на сайте приемной комиссии в разделе «Среднепрофессиональное образование». Количество мест возможного поступления на данное направление подготовки – 50. Что касается стоимости обучения, по прошлому году на данном направлении подготовки стоимость равнялась 50 тысяч рублей в год, а актуальная стоимость будет также устанавливаться в мае и июне месяце. Уважаемые абитуриенты, обратите внимание на то, что прием документов в этом году будет осуществляться в трех формах. Вы можете приехать лично в приемную комиссию и подать пакет документов, либо вы можете подать документы дистанционно через личный кабинет абитуриента на сайте приемной комиссии. И третий вариант – это отправка документов почтой России. В вашем внимании представлена контактная информация по ВУЗу, соответственно, номера телефонов приемной комиссии, электронная почта приемной комиссии, а также социальные сети ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм, где также публикуется актуальная информация, которая помогает абитуриентам при поступлении в наше высшее учебное заведение. Мы надеемся, уважаемые абитуриенты, что вы успешно сдадите единый государственный экзамен, а также сдадите успешно внутренние вступительные экзамены. И при этом мы вас очень ждем с 18 июня в стенах нашего ВУЗа. Продолжение следует...